приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео друзьям мы уделим внимание народным приметам на 17 июня поговорим о том что можно делать в этот день что ни в коем случае не нужно делать а также уделим внимание советам и рекомендациям на этот день 17 июня припал народный праздник семик или по-другому называли зеленые святки также в этот день отмечается метрофан навозник наши предки считали этот день главным рубежом между весной и летом поэтому в этот день проводились различные обряды прощания с весной и с наступлением летом этот день был одним из главных праздников году до принятия христианства с приходом православия народный праздник семики или зеленые святки не перестали праздновать они много изменили традиции в этот день особо упоминают умерших а именно тех кто умер не своей природной смертью люди верили что души грешников застряли между мирами и стали слугами нечистой силы хозяйкам сегодня нужно было соблюдать определенные традиции и обязательно украсить дом веточками березы или в первыми весенними цветами их специально ранее засушивали считали что эти растения имели магические свойства и могли в будущем вылечить от болезней и простуд православная церковь в этот день чтит память святителя метрофана патриарха константинопольского который жил в третьем четвертых веках получил он свое название за то что люди удобряли посаженные овощи навозом в этот день наши предки считали что чем больше сегодня удобрения вылить на землю тем радючий будет земля ближайшие 5-10 лет обязательным пунктом было в этот день высадить гречку поэтому обращайте внимание на знаки природы и животных в этот день к ухудшению погодных условий будет душно на восходе солнца будет еще несколько дней лить дождь если сегодня идет в этот день дождь хорошая погода будет если на востоке радуга а если на западе ток ненастью дождю предсказывают и сильный цветочный запах будет хороший урожай ячменя если его сегодня посеять сегодня рекомендовалось отложить всю домашнюю работу особенно ту которая связана с водой делите свое сегодняшнее внимание своим близким людям напишите напишите им позвоните предложите встретиться заберите к себе на недельку вам нужно только общаться со своей семьей сюда можно отнести как родители так и супруга с детьми возможно у вас есть родной брат или сестра они тоже требуют вашего внимания и поддержки вы в последнее время очень сильно устаете на работе и почти не остается сил на дополнительное внимание и заботу но нужно сейчас отвлечься и на другие процессы вспомнить что у вас есть семья с которой вы мало видитесь и изменить немного свой график работы немного себя стоит разгрузить еще сегодня нельзя вступать в конфликты с близкими людьми и ссориться иначе вскоре вы не сможете найти общий язык к примирению а ваши разногласия затянутся на несколько месяцев вперед надо такие конфликты образуются из-за недопонимания в какой-то истории или ситуации не делайте поспешных выводов постарайтесь разобраться в ситуации выяснить чем именно состоит недопонимание не скрывайте эмоции сегодня в себе потом еще больше они будут вас тревожить если пройдет упадет процесс накопления нежелательно сегодня срывать цветы и ходить в лес эти вещи не принесут вам ничего хорошего кроме неудачи в будущем дне все будут падать с рук не будет получаться теряться и возможно даже забываться прогулки зеленым лесом оставьте на потом на хорошую погоду где можно будет выбраться компании пожарить сосиски или шашлычок по возможности избегайте сегодня деловых поездок или даже увеселительных поездок в противном случае опасайтесь неприятных сюрпризов страстных чувств не будет видно но и конфликтов тоже если вы ищете свою вторую половинку она может в этот день появится внезапно вам удастся избежать беспокойство в будущем так вы позаботитесь о практических деталях сейчас не стройте себе планов с тем кого вы еще не встретили не раскрывайтесь сразу как пара вы захотите дать волю своим желанием но ваша вторая половина будет не на той волне вечер подход для романтических свиданий делайте все что от вас зависит это поможет обрести душевный комфорт и равновесие в поисках развлечений на вечер сегодня не стоит идти и просаживать деньги в казино даже если ваши друзья настоятельно будут звать вас с собой сегодня вам гораздо больше повезет в любви поэтому воздержитесь от азартных игр вечер подходит больше для романтических свиданий благодаря богатой фантазии они пройдут не поистине незабываемо вечер может порадовать и неожиданными подарками сегодня уделите внимание своему здоровью и тому что может быть необходимо уже пройти медицинское обследование если вы его не проходили несколько лет займитесь в этот день спортом или подумайте о том чтобы делать физические упражнения каждый день делайте упражнения и придерживайтесь обязательно сбалансированной диеты побалуйте себя сегодня сходи в ресторан или парикмахерскую но стрижку или покраску делать сегодня все-таки запрещено если хочется каких-то изменения изменений то только прически или косички нет ничего лучше для расслабления и восстановления вашей энергии как употребление свежих фруктов и овощей отправляйтесь на дачу за витаминами и привезите немного своим городским друзьям которые покупают все в супермаркетах а чтобы бороться со склонностью к неудовлетворенности цените положительные стороны своей жизни сны в этот вечер будут вещами вы можете узнать что вас ждет в будущем но просто не сразу это вы поймете во сне обращайте внимание на знаки они будущем появятся и в реальной жизни никому не рассказывайте об увиденном а свой сон и желание она запишите в тетрадь и когда исполнится сожгите этот лист над водой а вот именины отмечают в этот день александр афанасий валерий кирилл леонтий мария марк марфа николай и северин обязательно поздравьте людей с их праздником также обращаем ваше внимание что не рекомендуется в этот день 17 июня хлопать кого-либо по плечу потому что наши предки верили что так можно вбить в человека неудачу и болезни если же при встрече двое начнут обниматься то между ними появится нечистая сила которая нашлет беды на каждого из них в это верили наши прапрадеды и советовали 17 июня ограничить за рукопожатием или кивком тем кто решится поплавать в этот день настоятельно не рекомендуется заплывать далеко считается что в этот день водяной веселясь и развлекаясь может утащить пловца на дно по народным приметам 17 июня нельзя использовать в пищу треснутые яйца того кто ослушается данного запрета ждет боль при этом как физическая так и моральная в этот день опасно смотреть зеркала не опасны только собственные зеркала а в отражении чужих держа чужих зеркал лучше не смотреть в этот день конечно же шопинг сегодня нежелательно нежелателен потому что придется смотреть зеркала по этой же причине 17 июня нельзя смотреться в окна и витрины магазинов также нужно избегать похода в отделы одежда где в примерочных стоят зеркала на свое отражение воде тоже лучше не смотреть иначе потеряете любовь наши предки знали что именно 17 июня нельзя произносить фразу иду за водой и нужно заменить другим выражением например иду по воду по народной примете тот кто забудет этот совет скоро может утонуть пироги с кислыми ягодами в этот день 17 июня принесут вам плохое настроение поэтому их тоже лучше не делать и не кушать сегодня лучше как мы уже говорили ни с кем не нужно обниматься даже с близкими и вы знаете наши предки считали что купание водоема и стирка в тоже в этот день запрещены и обращаем ваше внимание что если вы купили яйца и они вдруг с поврежденной скорлупой оказались то их лучше выбросить иначе нечисть способна пролезть через трещины и навредить человеку болезнями и бедами далее друзья у нас с вами лунный календарь на 17 июня по лунному календарю друзья нас с вами ожидает 18 и 19 лунные сутки бывающая луна в знаке зодиака водолей знаете все происходящее сегодня с вами вокруг вас является в некотором смысле зеркалом вашего внутреннего состояния и вашей душе события люди и мнения отражают вас самих также сегодняшний день благоприятен прежде всего тем что предоставляет человеку шанс поработать над собой исправить те искажения которые были до сей поры в его душе однако это же влечет за собой трудности этого дня придется приложить немало усилий чтобы разобраться в себе и придать самой жестокой критике себя любимого что же касательно друзья стрижки волос то стрижка волос обращаем ваше внимание не стоит ничего начинать нового лучше постарайтесь расквитаться со старыми делами особенно с долгами в этот день лучше держать деньги ближе к себе иначе вы рискуете их потерять и не тратьте их на себя откажитесь сегодня от процедур и услуг парикмахера результаты все равно вас не обрадуют ваша карма не обрадуется потери даже небольшой длины волос и может сыграть с вами злую шутку массаж головы или косметические процедуры не будут вредны или полезны вы можете их сделать просто так для собственного удовольствия проведите вечер в окружении друзей или семьи окраска волос натуральными красителями привлечет к вам удачу и увеличит шансы на успех сделайте прическу с челкой которая привлечет энергию ветра все что сегодня с вами произойдет это зеркальное отражение того что случится в ближайшем будущем друзья также обращаем ваше внимание что ваши сдержанность и благоразумие в этот день это будет оптимальное состояние которое желательно поддерживать в этот день сохраняйте трезвость ума объективно оценивайте себя и окружающих людей друзья вот такой у нас с вами будет день 17 июня по народным приметам и по лунному календарю с вами как всегда был канал эзотерика для тебя подписывайтесь друзья ставьте лайк обязательно заходите на сам канал у нас на канале очень много полезной важной нужно и интересной для вас информации всех вам благ услышимся с вами уже в следующем видео